Сегодня мы рассмотрим с вами словообразование и правописание прилагательных. Узнаем, от каких частей образуются имена прилагательных. Посмотрим на первую картину. Что мы видим на этой картине? Мы видим песок. Это у нас существительное. Как часть речи имя существительное. От него мы образуем имя прилагательное. Песочный. Знаем, что имя прилагательное в предложении всегда является определением. Песочный пляж образован при помощи суффикса «э». Вот я его подчеркну. Желтым давайте возьмем. Суффикс «э». Значит, от имени существительного у нас образовалось прилагательное при помощи суффикса «э». На этой картине мы видим мясо. Мясо из какой птицы? Наверное, из курицы. Курица у нас – это имя существительное. А нам нужно из этого слова получить имя прилагательное. Мясо какое? Из чего? Значит, куриное. Обращаем на суффикс «куриное мясо». Какой суффикс? «Им». И, пожалуйста, ребята, обратите внимание, что суффикс «ин» всегда пишется с одним «э». Например, «утиное мясо», «утиное перо» тоже пишется с одним «э». Это мы с вами рассмотрели, что имя прилагательное образуется от существительного сатоточного. Смотрим на следующую картину. Посмотрите, какая пара влюбленных. Сколько их на картине? Двое. Двое у нас – это собирательное числительное. От этого числительного давайте попробуем образовать имя прилагательное. У нас получается двойное. Двойное. Суффикс «н». Значит, от числительного двое, от собирательного числительного двое, можно образовать имя прилагательное, двойное. Смотрим на следующую картину. Мы видим нашего мэтра эстрады, замечательного, известного певца Филиппа Киркорова. Кто его только не любит? А ведь вы знаете, ребята, что у него двойное гражданство, так как он гражданин Болгарии и живет у нас в России, и отсюда у него двойное гражданство. Вот двойное у нас образовано при помощи суффикса «н». У нас много таких певцов, которые имеют двойное гражданство. Посмотрите на эту картину. Мы видим вкусный песочный торт. Оно образовано при помощи суффикса «н». Посмотрите, какой он вкусный. Так и хочется его съесть, откусить их. Это мы рассмотрели, что они образованы от имени существительного и отчислительного. Смотрим на эту картину. Что мы видим? Мы видим горелый хлеб. Правильно, ребята, мы видим горелый хлеб. Посмотрите, как подгорел хлеб. Горелый хлеб. А если мы его разберем, из какого слова оно образовано? Оно образовано от глагола «гореть» при помощи суффикса «л». Итак, мы с вами узнали, что имена прилагательные могут образовываться от разных чисельничьих. В данном случае от существительного. Так, и здесь. Двое от числительного. И от глагола «гореть». Как же пишутся, нам нужно просто запомнить, что суффиксы «ин». «Ин» всегда пишутся с одним «ин». Всегда. Куриное мясо, куриное яйцо, путиное, лебединая песня. Лебединая. Давайте напишем. Лебединая песня. Лебединая. Суффикс «ин» всегда пишется с одним «н». Есть у нас еще имена прилагательные с суффиксом «ен» и «он». Нам нужно просто запомнить, что они пишутся всегда с двумя «н». Допустим, «соломенная шляпа». То есть шляпа, сделанная из соломы. Соломенная шляпа. Или, кто любит экскурсию? От слова «экскурсия» можно образовать «экскурсионный». Экскурсионный. Экскурсионный кто бывает? Ну, давайте водитель, который возит, перевозит путешественников. Так, экскурсионный. Суффикс «он» и суффикс «ен». Нам просто нужно запомнить, что они пишутся всегда с двумя «н». А «ин» суффикс пишутся всегда с одним «н». Итак, мы с вами рассмотрели, как образуются имена прилагательные и как у них пишутся суффиксы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.